Всем привет друзья, сегодня продолжу свое первое видео о прокачке опыта с 6 до 49 разряда. В этот раз разделю видеоролик всего на 3 этапа, так как на разрядах от 45 и выше просто не существует других возможностей прокачки без использования хороших снастей или вложения денег, если не брать во внимание прокачку по путевкам и с помощью отвара суперудачи. Ссылки на такие видео вы сможете найти в описании. И еще один момент, если вы не готовы тратить игровую валюту на прокачку опыта, можете забыть о прокачке с помощью этого видео, так как зарабатывать параллельно этому, как это делается на китах вы не будете. Ну и как всегда, спасибо всем за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем приятного просмотра. Начнем с базы Восточный Крит, которая становится доступной с 45 разряда. Как многие догадались, речь пойдет о гиге. Да-да, той самой гигантской акуле, заработок опыта на которой я постоянно хейтил, если можно так выразиться. Да, действительно, в 2020 году ловля этой рыбы уже не так актуальна. Но все же подойдет тем, у кого нет других возможностей, но есть 45 разряд и спиннинг хотя бы тонны на 3. Минимальный вес гигантской акулы 300 килограммов, то есть можно попробовать ловить и на спиннинг послабее, вытаскивая более мелкую рыбу с загибом до тонны. А максимальный вес около 4,5 тонн. Самый большой минус, что данная рыба мигрирует и в одиночку ее найти будет очень сложно. Для записи фрагментов я не стал тратить кучу времени, к тому же вы знаете мое отношение к спиннинговой ловле в этой игре. Для вставки этого видео просто взял отрезок у своего друга Василия, ссылку на его канал оставлю в описании, можете перейти и подписаться. Ну вот я рассказал, что все так плохо, так зачем же ее тогда ловить? Ответ простой, потому что она дает очень много опыта как для своего веса на таких разрядах. Ловится она как на медленной, так и на быстрой проводке, работают все попперы, ватерплейны большого размера, также некоторые морские воблеры. Ну и самое главное, в субботу проходит турнир живое ископаемое, в котором как раз таки и ловят гигу. Поэтому вероятнее всего локация, где она на данный момент находится, определится довольно быстро. А вы уже по завершению турнира сможете половить ее сами или со своими единомышленниками. Следующая база залив Александры, доступная с 58 разряда. Здесь есть возможность половить косатку малого полосатика и приловом кашалота. На локации остров Рейнеке ищем свою точку, где будет стабильный клев, кормим по стандарту жмых наживка. Ей в данном случае является большой живец, для заработка опыта здесь хватит даже минимальных поплавочных снастей, тюны 200 или даже 120, если ловить рыбу только до тонны. Для меньших затрат думаю подойдут больше 120, ведь их можно не ремить, а просто убивать и выбрасывать. По опыту получается довольно неплохо, если сравнивать даже с теми же спиннинговыми видами на Акаде и Патагонии с теми же затратами. Где заработать вы можете посмотреть в моих видео на данную тему, ссылка на плелист есть в описании. Для наглядности ловил на леску 3 тонны, загибы за тонну очень часто отнимали леску, но на разрядах ниже сотого думаю обрывов будет все же поменьше. На удочке менее 12 тонн загибают одной тонны, думаю все же нет смысла таскать, так как будет много обрывов. Но тут уже решать вам, что важнее, опыт или деньги. Продолжение следует... Далее перемещаемся на базу Большой Шантар, доступную из 60-го разряда. И здесь аналогично Александре ловим косатку, полосатика и кошелота на локации остров Кекурт. На Большого Живца внахлыст, основное задание найти свою точку. А дальше просто сидеть и ловить выбранную для себя рыбу, таская загибы или от 500 кг до тонны, или все что больше 500 кг, включая загибы выше тонны, которые вероятнее всего будут рвать леску на слабых удочках за счет крупного кошелота, косатки и так далее. На обеих базах приловлены дешевые удочки за счет того, что их не нужно ремить и ловить рыбу до тонны, то думаю возможно даже купить затраты наживки и лески хотя бы частично. Так как если ловить чисто для опыта на слабые снасти в убыток, следующая база будет намного перспективнее как раз таки по опыту лично с моей точки зрения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и напоследок Гренландия доступной становится 67-го разряда. Здесь при наличии хотя бы стоковых удочек с квеста Морские звезды на 3150 кг, вы можете затратно, но для опыта половить финвала на мясо кальмара. Локация Суровый берег. Опять таки находим свою точку. На более свежих аккаунтах будет достаточно закинуть в ямку больше 20 метров и прикормить ее жмых кальмар и финвал будет ловиться. Да, на такие удочки вы не заработаете ничего. Из-за обрыва в леске, да и удочки на 3 тонны уже есть смысл ремить, но если вы готовы зарабатывать для того, чтобы тратить это на прокачку опыта, то этот вариант подойдет больше всего. Почему не чили? Все просто. На чили больше прилова и следовательно больше обрывов. Да, здесь нету звезд, но и наживка дешевле в разы. К тому же база становится доступной гораздо раньше. Финвал дает опыта значительно больше, чем предыдущие рыбы, но и требует больше затрат. Из прилова здесь встречается касатка и малый полосатик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Думаю по прокачке опыта на данный момент это последнее видео на моем канале, ведь все возможные способы на данный момент я уже показал. Теперь стоит только ждать обновлений в игре, если они конечно принесут что-то хорошее. Возможно сделаю еще видео частично касающихся прокачки опыта, про всех китов в игре и про возможные способы ловли звезд слабыми удочками. Но это все уже совсем другая история. На этом все, спасибо за полный просмотр и за активность в виде комментариев и подписок на мой канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok